Первый доклад, собственно, будет про то, что последние N лет демотивируют участников Kaggle в решении конкурсов, а именно про градиентный бустинг. Сначала такой вопрос в зал. Кто здесь вообще знает, что такое градиентный бустинг? Поднимите руку. Классно. Кто им пользуется? Окей. Кто пользуется LightGBM? Ну-ка. Ага, окей. На самом деле я изначально обещал сделать доклад про возможности, фишечки и фокусы с градиентным бустингом за пределами Kaggle встал задач. Но все-таки, так как сейчас идет достаточно большая шумиха вокруг LightGBM, то, что его наконец-то научились ставить, и он показывает себя достаточно хорошо, все-таки мы какое-то время сегодня обсудим про разные библиотеки и что с ними можно делать сейчас. Собственно, да, про библиотеки бустинга, коих достаточно много. Все знают, любят, холят или леят и часто пользуются их же бустом. Но кроме него, опять же, есть LightGBM, есть H2O и есть еще какое-то достаточно большое количество реализации бустинга в разных языках. Как очень кастомных, например, какие-нибудь специфичные пакеты, типа какой-нибудь коксбуста, про который я изначально хотел рассказывать, но подумал, что до кого тут волнуют всякие survival модели. Поэтому говорить будем про LightGBM и еще некоторые полезные штуки. В частности, про то, как можно играть в Майнкрафт на градиентном бустинге, и про то, что лежит внутри черного ящика. Сначала вот про библиотечки. Как я уже сказал, основных библиотек, которыми пользуются, это их же буст, LightGBM, H2O, но кроме них есть какое-то большое количество таких вот библиотек, менее продукционализированных, менее отточенных, менее адаптированных под большое количество задач, в которых можно встретить что угодно. Некоторые из реализации бустинга в этих библиотеках такие жизнеспособны, некоторые совершенно не жизнеспособны. Часто это привязано больше к тому, как в конкретной библиотеке конкретно реализовано дерево, потому что если мы посмотрим какие-нибудь бенчмарки спарковской реализации градиентного бустинга, проблема в том, что в SparkMLLibе деревья просто катастрофически неэффективно сделаны. Вот. Если мы посмотрим, например, на то же самое XGBoost и LightGBM, их исходные фишечки это в том, что в XGBoost вообще изначально XGBoost сам по себе возник как такая регуляризация обычного бустинга, где мы добавляем значительный штраф на сложность деревьев. Вот. В XGBoost это добавлено прямо в процессе построения деревьев с какими-то, опять же, дополнительными надкрутками серии, что мы можем построить сплит чуть-чуть поглубже, при положении о том, что если мы построим поглубже, там наш итоговый выигрыш будет больше, чем если бы мы сплитанули раньше. Вот. LightGBM работает немножко по-другому. Вот. Я не нашел у них документации, чтобы они где-то добавляли какую-то регуляризацию прямо вот на уровне структуры дерева, но они добавили, например, то, что они строят деревья вглубь по листьям. То есть они не простраивают уровень за уровнем, они простраивают, они доходят до листа и начинают его дальше, дальше, дальше сплететь. Отчего сейчас пошла такая волна излишних оптимизаций и улучшений мощности в этих алгоритмах. На самом деле первые, кто додумался до очень простой такой реализации, которая сильно все ускоряет и внедрил ее в свои ГБМы, это были H2O, которые сразу строили деревья на основе гистограмм. Если вы помните, то дерево, оно как сплиты строит. Оно проходит по там каждой переменной, ищет в ней, где нужно сделать сплит, как правило, бинарным поиском. Вот. И его сохраняет. Если у нас, допустим, есть миллион наблюдений, то, блин, ну, надо весь миллион пройти. А если у нас осталось только гистограммка, в которой, допустим, только 100 бинов, то пройти надо, соответственно, только 100 бинов. Вот. Выигрыш как бы заметен. Вот. По сути, получается такое просто преобразование данных. От честного датасета мы переходим к таким адаптированному датасету с гистограммками, где какое-то количество гистограмм можно досчитывать на лету. Вот. Конкретно у LightGBM очень много как раз оптимизировано за счет более такой детальной работы с гистограммами. В H2O это появилось относительно недавно. Причем, вообще говоря, если мы посмотрели на бенчмарки H2O и LightGBM, они очень часто не до конца честные. Вот. Я как раз покажу один из таких нечестных пенчмарков, где LightGBM неслабо так уделывает H2O. Вот. Но это связано с тем, что в H2O. Кто знает, как деревья вообще строятся в H2O? Какие есть варианты? Давайте. Кто в зале пользуется H2O дальше, чем импорт H2O. H2O. Давайте. Как деревья строятся в H2O? Come on. Ладно. Ну, я думаю, все стесняются. Вот. Короче, в H2O, на самом деле, если вы посмотрите в документацию, там есть, по-моему, три или четыре способа их построения. Есть точный, по старинке, как, условно говоря, деды из Стэнфорда завещали. Вот. Апрокс – это ускоренный, где можно большую часть вычислений там дропнуть, предположение о том, что не сильно пострадает качество. И добавили как раз гистограмму. Если я не ошибаюсь, добавили где-то в декабре на GitHub и где-то… Ну, сейчас ей уже можно пользоваться. Вот скажу так. Вот. А что еще можно интересного сказать? А, как это все параллелится? Вот. Вообще говоря, бустинг – это такая противная штука, которая по построению просто очень плохо параллелится. А именно, вам надо… Вы не можете посчитать следующую террасу, не посчитав эту. Поэтому, на самом деле, вы в основном параллелите только сам процесс построения каждого дерева. Вот. А чтобы все это дело хоть как-то распараллелить, обычно раскидывают кусочки данных, кусочки по вертикали. То есть подножество фич на разные воркеры. Разные воркеры, в свою очередь, ищут там разные оптимальные сплиты. Когда по своим фичам они их находят, они их скидывают друг к другу, решают, кого выбирать и дальше продолжают это действие. Вот. LightGBM еще добавил такую совершенно простую вещь, что вы можете теперь еще и горизонтально данные разбивать. Иногда это очень полезно. Ну, если данные маленькие, понятно, это бесполезно, а если данные… Ну, если у вас там хотя бы миллион строк, то какой-то выигрыш будет уже ощутим. Больше ничего интересного? А, да, и самое важное. Вообще говоря, LightGBM, он изначально сделан для того, чтобы решать самые дефолтные и простые задачи. Регрессия, классификация, многоклассовая классификация и ранжирование. Вот. Если вы посмотрите в XGBUste, там этих задачек чуть-чуть побольше. Ну, там раз в три. И самое главное, в XGBUste вы можете прописать свою честную функцию потерь. Прям ту, которую вы реально будете оптимизировать. Вот. Это, кстати, частая ошибка, что люди считают, что если я сейчас напишу функцию, которая будет оценивать то, что на этой итерации моя метрика улучшилась или ухудшилась, это будет работать точно так же, как если вы свою функцию потерь будете оптимизировать. Нет, это не так. Вот. В XGBUste есть механизм, как написать свою функцию потерь с градиентом, эдисианом. Вот. А во всех остальных пока нет. В этом плане XGBUste он самый гибкий, самый кастомизируемый, самый допиливаемый. Вот. А в XGBU тоже просто дофига своих функций потерь, дофига всяких наработок, дофига всяких достроек. Вот. И в этом плане он достаточно прям готовый к применению. Скорее всего, все, что вам понадобится, вы там найдете. Но если вы сидите на кагле, скорее всего, все, что вам понадобится, вы в LightGBM найдете, в зависимости от вашей смекалки. Вот. А теперь про бенчмарки. Вот. Сначала правый бенчмарк. Самый демотивирующий, который близок к какой-то правде. Если вы посмотрите на кагле, на кагле там есть какое-то количество кернелов, которые показывают, что ох, нифига себе, LightGBM там в 6-8 раз быстрее XGBUste. Это вот пример не самого честного сравнения LightGBM и XGBUste, где действительно разница между ними, в зависимости от числа трет, ну, различается там в 12-13 раз. Вот. Вот. Почему не очень честное? Потому что, вообще говоря, как я уже сказал, если мы будем запускать быстрый XGBUste на гистограммах, да, вы можете запускать XGBUste еще быстрее на гистограммах, примерно с тем же качеством, вот, то он будет гонять в 2 раза шустрее. Вот. Так что реально сравнение по скорости при том же самом количестве деревьев и при том же самом датасете на том же самом количестве третов в среднем LightGBM реально быстрее. Точнее ли? Ну, это на самом деле практический вопрос. Вы всегда можете чуть-чуть дотюнить, чуть-чуть улучшить бустинг, и вы всегда можете туда-сюда поменять число параметров, поэтому это уже на самом деле не такая честная метрика, чтобы сравнивать два алгоритма бустинга. Особенно учитывая, что у них, блин, деревья по-разному строятся, поэтому где кто оверфитнулся, вы не узнаете. Вот. А то, что быстрее, да, оно быстрее. Но есть одно но. Недавно случилось интересное. Вот. Во-первых, H2O, они тоже активно развиваются, видят, что этот хитрый, хитрый американец китайского происхождения, Тиан Ки Чен, классный бустинг запилил. А давайте мы этот бустинг просто включим в себя. И более того, H2O взяли, и они дописали как свой ГБМ, чтобы его можно было использовать на видеокарточках, так и изначальный XGBoost. Вплоть до того, что вообще говоря, вы можете прямо в H2O, ну это вот интерфейс, я не люблю их подобие ноутбучиков, но просто чтобы показать, вы можете из H2O запустить XGBoost на ГПУ. Да, этим уже вроде как можно пользоваться. У меня под рукой соответствующей видеокарточки нету, но в какое-то ближайшее время надо будет обязательно проверить. Эта штука вышла относительно недавно, причем вышла вообще без какого-либо помпезного обсуждения, то есть про нее мало кто знает. Однако реально вы можете запускать на ГПУ XGBoost из-под H2O, и вроде как где-то он может давать прирост. Причем местами такой неплохой. Сами ребята из H2O говорят, что пока это, конечно, не такие космические цифры на каких-нибудь dense матрицах, но над этим ведется очень активная работа. Так что вообще говоря, вопрос о том, кто у нас будет главным таким алгоритмом-демотиватором на Kaggle в этом году, остается открытым. Будет это LiteGBoom или какая-нибудь комбинация из H2O и XGBoost под ГПУ. Вот это вот красненькое summary про то, что я только что рассказал. Когда презентажку выложат, по всем ссылочкам можно пройтись, все можно скачать, посмотреть, затюнить. Вот. А теперь еще немножко полезных вещей. Все-таки я рассказал о том, что сейчас происходит. Давайте перейдем к каким-нибудь трюкам и типа фокусам. Вообще говоря, очень часто стоит задача не столько затащить очередной знак за запятой на Kaggle, сколько вообще разобраться, о чем мы, блин, обучили и как эта штука работает. С бустингом, как правило, на деревьях. Это не так просто сделать, потому что признаков у вас может быть много, глубина деревьев большая и, несмотря на то, что одно дерево вроде как трактуемое, когда у вас этих деревьев хотя бы 100, там фиг разберешься, что происходит. Вот. И поэтому можно делать несколько различных вещей того, чтобы понять, как вообще работает модель. Самое простое, что можете сделать, это вызвать какую-нибудь дефолтную функцию variable importance. тем более есть всякие прикольные враперы типа XGB-фи и XGB-фир, но есть один нюанс. То, что выдают вам эти библиотеки со всякими фриквенсиями, со всякими гейнами, это фикция. Вот так вот внезапно. Это такие числа, которые на самом деле ничего вам не обещают. Вообще сама задача определения признаков и выделения ключевых признаков, это тоже задача, которая вам ничего не обещает. Задача посмотреть, какие у вас признаки самые главные, это скорее такой call to action. Типа, давайте разберемся, что происходит. Как этим пользоваться, это уже не самое четкое. Нет четкой инструкции. И конкретно с всеми фичи-импортницами надо помнить один очень важный момент. Они считаются по достаточно вымышленным метрикам из серии, как часто признак использовался в сплитах. Вообще говоря, самый честный способ оценить, как работает черный ящик, это просто перемешать. Как выглядит алгоритм? Вы берете каждый признак последовательно. В этом признаке вы случайным образом просто перемешиваете порядок, значение в этом признаке. После чего запихиваете все это в вашу модельку и смотрите, насколько сильно просела ваша целевая метрика. Эта штука, несмотря на то, что она стахастическая, она случайная, она, по крайней мере, дает вам умеренно честные показания о том, насколько реально этот признак был важен в вашей модели. А о том, как часто этот признак появлялся в сплитах, на самом деле надо помнить очень важную вещь. Это ни к чему вообще не обязывает. Особенно если признаки сильно скоррелированы. Но вообще пакеты классные, графички сразу из коробки. Такие графики очень часто можно строить, любоваться. Но что еще можно сделать с этой штукой? После того, как вы поняли примерно, какие признаки у вас самые важные, как правило, кстати, вот этот топ, даже по таким гейнам, он разумен. Но надо все-таки еще раз уточнить, что надо помнить, что он нечестный. После того, как вы этот топ получили, вы можете на самом деле вообще посмотреть, как выглядит реально ваша функция. Как это делается? Есть такая штука, которую придумали, partial dependency plots. Простая как пробка. Берете все ваши признаки, выбираете один или два, на которые вы хотите посмотреть, как выглядит ваша функция. Все признаки, кроме этих двух, вы фиксируете одинаковым средним значением и просто прогоняете грид, прогоняете грид значений по всем этим признакам и рисуете график. Часто получаются, ну, видно, какие-то вот такие ступенчатые штуки, потому что, а что вы еще ожидали от деревьев? Вот. Но на таких попарных графиках можно очень часто выводить что-то интересное с точки зрения взаимодействий. Например, видите, что у вас есть, допустим, топ-2, топ-3 признака, смотрите на них и видите, что, ага, в них там есть какие-то небольшие, ну, вот это плохой пример, в них там могут оказаться такие небольшие пики, непонятно где. Это может говорить о каких-то очень интересных взаимодействиях на этих конкретно небольших областях. Вот. В том числе, кстати, по таким графикам можно очень хорошо проиллюстрировать, почему все-таки в бустинге иногда имеет смысл логарифмировать и приводить нормальным переменным. Во-первых, вы, наверное, уже поняли, почему. Я только что тут специально говорил про гистограммы, гистограммы, гистограммы. Вот. Если у вас экспоненциально-показательно распределенные признаки, то гистограмма вам, блин, все сломает. У вас будет гистограмма вида 1bin и нифига. Вот. А логарифмировав, у вас будет что-то, ну, чуть более разумное. И вот на таких графиках вы как раз сможете увидеть, а вообще нашлось ли хоть что-нибудь нашими деревьями вот там, где у нас очень сильно сконцентрированные значения. Ну и третья вещь, которую на самом деле вы можете в любой момент делать, это заниматься перегонкой и дистиллятом. Вот. Если точнее, вы можете в любой момент взять и полностью разобрать ваш ансамбль, вашу итоговую модель из кучи-кучи деревьев. Причем разобрать его прямо по листьям. Это трюк, который изначально был подсмотрен на кагле. Вот. Когда в одном из соревнований, где было не очень много данных, просто взяли, раздербанили результирующий XGBoost, раздербанили его по листьям и по листьям еще раз, по большой такой спарс-матрице листьев, прошлись обычной LASSO или GLMNET сильно регуляризованной линейной моделью. Так получилось, во-первых, чуть лучше подобрать коэффициенты для листьев, а во-вторых, кучу ненужного потенциального верфитящегося мусора выкинуть. Вы это можете, опять же, делать в любой момент времени. Функция называется predict leave indices. На самом деле вы можете хоть по этим уже раздербаненным ансамблевым данным хоть новую модельку перегонять. Например, по приколу обучить нейросетку на результат работы XGBoost или результат работы стекинга. Ну, потому что, блин, мы можем, почему бы и нет. Вот здесь вот красненько то, что я только что рассказал. Ну, вы, наверное, XGBoost и XGBoost уже видели. Вот. Ну и напоследок, вот, у меня как раз время потихонечку заканчивается. Вот. Про еще прикольные вещи, которые вы можете делать, но просто, наверное, не парились по поводу того, что так можно. Вот. Прикольная вещь номер один. Вот. Если посмотреть на какие-нибудь выступления тех же Яндекса с их Матрикснетом, они часто упоминают про такие хинты не столько про oblivious trees, сколько про то, что они, деревья, сначала учат небольшой глубины, а потом глубину увеличивают. Как вы думаете, можно ли такое сделать в XGBoost? Кто считает, что да? Поднимите руки. А кто это делал в XGBoost? Поднимите руки. Окей. Кто хотя бы догадывается, как это сделать? Ну вот. Пара рук. На самом деле нифига догадываться, блин, не надо. Это можно сделать супер-наивно. Вы сначала фиксируете одни параметры модели, сохраняете модель, а потом доучиваете эту модель с новыми параметрами. Это реально можно делать. Это такая очень простая, не знаю, такая подковырка типа консервного ножа для XGBoost. Более того, вы на самом деле можете в принципе и другие параметры тоже менять. Например, может быть адекватной идеей, откуда эта идея возникает? Давайте сначала вычистим основную часть функциональной зависимости, которая в данных есть и которую можно выскрести чем-то попроще. А потом все остатки дособирать деревьями посложнее. Отсюда следует то, что сначала можно не сильно париться про переподгонку, а потом, когда мы будем делать более глубокие, более сложные деревья, про это надо задумываться больше. Поэтому, не знаю, стахастичности добавить, call sample увеличить. Вот. То есть на самом деле это реально делается в две строчки. Типа сначала учим одну модель, сохраняем, а потом доучиваем ее же, то есть учим следующую модель на основе предыдущей. Вот. Еще интересное про тюнинг гиперпараметров. Вот. У H2O очень клево, что у них прямо из коробки есть готовый переборщик с большим количеством таких заготовок. Вот. А еще у их GBM, ну, ребята реально упоролись, там порядка 30 опций того, что вы еще можете добавить, что вы можете сделать и там доадаптировать бусинки. Меняющийся по итерациям aniline grade, всевозможные call sample по уровням, по листьям, всевозможные флажки, что делать с факторами в таком случае, что делать с категориями в другом, всякие дополнительные параметры лосей. Короче, реально дофига всего. Понятно, что никто это никогда перебирать не будет, вот, если нету какой-то нормальной стратегии это сделать. И такая стратегия есть, random search. То есть есть классные статьи про всякие гиперопты, гаусские процессы в оптимизации, но бустинг эта штука достаточно, ну, простая, житейская, поэтому random search нормально работает. Вот. И в H2O вы просто можете взять random search из коробки, в том числе с какими-то еще дополнительными там параметрами посложнее, из серии, как мы хотим категории представлять, будет это one-quote-encoding, будет это хеширование или еще что-нибудь. Вот. И тоже это все перебирать. А еще мне очень нравится пользоваться у них функцией из серии максимальное время на этот перебор. Ставишь на 8 часов на ночь, просыпаешься и видишь, ага, построилось 143 модельки, лучшая такая-то. Классно. Вот ее-то и возьмем и дальше от этого будем плясать. Ну и последнее. Вот я оставлю прямо ссылочку, потому что у нас остается буквально 5 минут на вопросах, про то, как заниматься вообще говоря RL на градиентном бустинге. Microsoft в прошлом году как раз под ICML выпустили свою среду для экспериментов с играми и конкретно для экспериментов с Майнкрафтом. Ребята сделали очень простой МДП, в котором в качестве функции, которую там полиси оценивают, это ГБМ, причем на деревьях. Там есть какая-то очень странная наркомания про то, как они процессят visual input, прям реально-реально наркомания. Можно было взять обычный, не знаю, там чуть-чуть дотренированный ВГГ, но тем не менее. Задача решалась простая. Надо обучить агента на деревянном градиентном бустинге находить в Майнкрафте вершину холма. То есть вы можете по холму бегать, получаете visual input типа такого, и вам надо заползти на самый верх. Удивительно, но такая фигня работает. Если покопаться по статьям, есть еще много всего интересного. Например, тот же самый градиентный бустинг тоже, между прочим, неплохо применяется в такой области, как name identity recognition, про который Валентин как раз расскажет. Там, правда, математическая наркомания похлеще. То есть там пришлось ребятам вывести всякое для condition random fields. И там статья на 10 страниц, из которых половина это матан. Но по бенчмаркам, по какому-то их разумному количеству, ну это работает, понятно, почему работает. Раз condition random fields работают, то, наверное, чуть-чуть побольше condition random fields, которые достраиваются друг на другом, скорее всего, будут работать не хуже. Вот. А так, еще раз про тюнинг. Кстати, один важный момент. Вы, кстати, никогда не тюньте одновременно и число деревьев, и шринкач. Потому что это бесполезно. У вас всегда это самое… Вы для максимального числа деревьев, которые можете выбрать, найдете оптимальный шринкач. Лучше поступать проще. Вы берете и говорите, у меня будет 100 деревьев. Я хочу сад ровно в 100 деревьев. И подбирайте под него вот параметр вот этого вот шага. Так, по крайней мере, у вас не будет какого-то случайного разброса, типа вот здесь у нас 120 деревьев, там 180, там 80. Вот. Так вам значительно проще что-то контролировать. А кроме этого, random discrete search нормально работает. И с коробки, и прямо шустренько. Подытожив, короче, light.gbm внезапно работает, надо пользоваться. В принципе, стоит это дело дальше расширять. По чесноку надо бы еще бенчмарков. То есть у меня есть сейчас такая утопичная идея собрать инициативных людей и сделать бенчмарк аналогично тому, как выглядит BenchML. BenchML, на секундочку, это очень классный репозитор на GitHub, где парень из Сан-Франциско или не Сан-Франциско разобрал, короче, большое количество реализаций бустинга, рендом фореста и GLM-ов на датасете одной и той же природы, но разных размеров, от 100 тысяч наблюдений до 10 миллионов. И все это задокументировал, выложил на GitHub, и все это воспроизводимо. Неплохо бы такое повторить, но посвежее. Там с light.gbm, с xgboost разных версий, с H2O, может еще с кинетерализациями, и периодически за этим следить. Но пока light.gbm пользоваться можно. В этом году ожидаем, что будет больше истории успеха от тех, кто уже озолотился на кагле с видеокарточками, о том, что они теперь бустинги будут считать на видеокарточках. Скорее всего, вот в этом году как раз эта тема реально взлетит. Про то, что моделька бустинга – это черный ящик, ну да, это черный ящик, но вы можете в него залезать. Главное помнить, что когда вы ищете у него всякие фичи importance, чтобы это было чем честнее, тем лучше. Ну и вообще говоря, у нас есть куча возможностей того, что еще можно делать с бустингом. И это чисто от нас зависит о том, будет кто-то ими пользоваться или нет, потому что возможностей много, они прикольные, и некоторые из них даже дают какой-то ощутимый профит. Вот такие дела. Давайте вопросы. Про вопросы важный дисклеймер. За лучший вопрос из зала будет подарочек от Mail.ru, а потом в самом конце я задам вопрос про H2O, и тот, кто ответит правильно, получит футболку H2O. Вопросы? Да, вот вопрос. Сид, микрофон. Ага, спасибо. Привет, меня зовут Станислав. Первое, точнее, сначала уточнение по поводу light.gbm. Там на самом деле можно свою функцию потерь написать. Я пошурился по гитхабу, просто не нашел. Если можно, классно. Там advanced python example. Ладно. Значит, вопрос про дистилляцию не очень понял. Могли бы поподробнее рассказать, что вообще происходит в дистилляции? Да, очень просто. Есть у нас моделька. Предположительно, в ней много-много деревьев. Совсем предположительно, в ней может быть совсем дофига деревьев из какого-нибудь стекинга. И мы думаем о том, что, блин, может быть, мы можем эту модельку чуть-чуть улучшить, не добавляя еще что-нибудь. В частности, у нас может возникнуть подозрение о том, что у нас есть какое-то количество лишних листьев, которые могут быть либо оверфиченные, либо слишком бесполезные, которые тоже можно выкинуть из модели. И мы делаем следующее. Мы разбираем модельку по листьям, получаем здоровенную такую горизонтальную спарс-матрицу, где на пересечении строка столбец будет, что для каждого наблюдения, в какой из листьев какого дерева она попадает. То есть будет какое-то небольшое количество единичек и очень много ноликов. А потом мы просто эту спарс-матрицу загоняем в лассу и выкидываем лишнее. Выкидываем большое количество лишних листьев. Именно листьев, не фичей, получается. Это листья. Здесь пока фичи не участвуют. Хорошо, я понял. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Я сразу еще уточню. Можно еще на конкурсе от Telstra посмотреть, как это было сделано в керновых. Отлично. Еще вопрос у нас был. Отлично. Вопрос. Человек немного опередил собственную функцию потерь. Немножко вернулся к дистилляции. Это получаются новые фичи, наши листья. И лучше, наверное, брать какую-то немножко другую подвыборку, чем то, что мы бустинг учили. Да. Когда происходит дистилляция, вообще говоря, здесь стоит разграничить. Как раз одно дело, когда мы вычищаем наш ансамбль, вычищать его надо относительно исходной целевой переменной. А дистилляция была бы правильной, это если бы мы учили новую модель на предикто предыдущей. Вот это было бы совсем правильно вот так вот разграничить. То есть чтобы не приучиться. Вопрос, собственно, был про reinforcement learning и бустинг. Кажется, что там есть вычислительные проблемы. То есть мы берем несколько игровых сессий, очень короткие. Если мы учимся на нейронке, мы можем докидывать, докидывать, докидывать и очень быстро дообучаться. А в бустинге мы как дообучаемся? Или они все заново начинают каждый раз? Ну, как именно это реализовано, вот, я совсем детально не скажу. Вот, но вообще говоря, держать какое-то большое количество, ну, не знаю, лишних кусков ансамбля, ну, я думаю, на таких задачах было бы не проблемно. А совсем на практике можно, думаю, ну, я поэтому сразу сказал, что это примеры серии. А вообще говоря, вот, вы можете посмотреть и по приколу повторить. Окей. Отлично. Еще вопросы? Привет, меня зовут Василий. Вот вы рассказывали, что в ваш 2О можно бустать, ну, так, обучать XGBoost на GPU, но в XGBoost тоже можно обучать на GPU, там поставить апдейтер, growGPU-хист. Ну, это первое. А второе еще вопрос, вот именно как самоиспользование GPU помогает в бустинге? То есть какая там часть обучения ускоряется? Сначала первое, вот, у XGBoost была такая алифа-поддержка GPU как раз конца прошлого года, вот, которая где-то давала приросты, вот, но, насколько я знаю, H2O они в этом году потратили сколько-то месяцев на то, что они дописали и доделали XGBoost так, чтобы его можно было нормально запускать под GPU, вот, и это было, ну, чуть более продакшен-рэдди, чем обычно. Вот, а второй вопрос, еще раз. Ну, как я понимаю, использование видеокарточек помогает… А, где именно? Сначала вот основная вещь про бустинг, в чем его главная проблема. Это итеративный последовательный алгоритм. То есть нельзя перейти к следующей итерации, не обучив предыдущую. Поэтому все возможные параллелизмы происходят только внутри итерации при построении очередного дерева. Основной параллелизм вообще происходит на уровне того, что разные воркеры ищут наиболее оптимальный сплит в текущий момент. Вот, насколько я понял, на карточке перенесли поиск сплитов и вроде все. Это из того, что я понял. Кстати, Алексей и наши другие спикеры, у нас специально есть еще флипчарт на всякий случай, если вдруг ты захочешь что-то нарисовать в ответ на вопрос. Еще есть вопросы, коллеги? Да, есть вопрос. Представьте, пожалуйста, представьте, что вас было видно. Да, меня зовут Андрей. Вопрос. Мне очень понятно, почему, когда мы обучаемся на том, какие фичи попали в какие листья в деревьях, почему мы берем модель, которая выкидывает нам листья, то есть вроде лассы с сильной регуляризацией, а не используем. Наоборот, казалось бы, модель, которая для вот таких разреженных датасетов предназначена вроде какой-нибудь факторизационной машины, которая может еще раз учитывать взаимодействие листьев с разных деревьев, которые в самом газгабусте не учитываются. И при этом мы также можем ее регуляризовать любой L2 или L1 регуляризацией в лось, как угодно в градиентном спуске. Вот здесь должно было быть слово еще факторизационной машины, если хочется угореть и поискать еще взаимодействий. Таким образом, найдя потенциальную глубину дерева, как минимум дважды максимальная глубина. Вот. Вообще вот есть такая штука. Кто знает, что это за штука? Глинтернет. Кто слышал это слово? Окей, а GLM-нет? Да ладно. Вот, блин. Ну, в общем, эластичная регуляризация линейных моделей, которая и L1, плюс L2, это изначально называлось GLM-нет. Вот. Он же Elastic-нет. Вот. Сделано неким Требером Хэсти. А это штука посвежее, которая тоже сделана Требером Хэсти 3 года назад. Вот. Это, условно говоря, те же самые разряженные линейные модели, которые еще и взаимодействие первых порядков вытаскивают. То есть по приколу, да, можно поискать еще больше, еще более глубокие штуки из уже готового ансамбля. Вот. Про это не знаю. Можно статейку написать. Посмотреть, как это сработает. Я не знаю, что будет, если натравить футеризационную машину на вот такую разряженную матрицу по листьям. А вдруг? Еще есть вопрос. Давайте это будет последний. Добрый день. Меня зовут Дима. Я хотел спросить твое мнение по поводу Дарта. Ну, в их живусти есть штука, которая умеет выкидывать деревья. Называется Дарт. У них есть там статья. И вообще, ну, какие результаты? Потому что то, что я пробовал, мне особо ничего не давало дополнительное. Вот. Я вообще собирался немножко рассказать про то, что есть еще другие бустеры. В частности, в их живусти, вот, да, есть кроме линейного еще и Дарта. Вот. Из того, что я пробовал, Дарты работают так же, как деревья. Ну, у меня примерно такие... Ну, то есть я ожидал, что это будет, не знаю, какая-нибудь штука прикольнее, но результаты почти идентичны. И второй вопрос. По-моему, в их живусти, правда, по-моему, не пробовал, можно на каждой итерации строить по-много деревьев. То есть, условно говоря, можно рандом форус сделать, если с одной... Да, numperial trees. Ну, я, кстати, не нашел сейчас вот это вот параметры. То есть я помню, что я раньше это строил, а сейчас его такое ощущение, будто выпилили. А, понятно. Кстати, кто-нибудь знает, numperial trees, куда делся? Да. А можно микрофон туда? Скорее. Сейчас вернем. Микрофон передай, пожалуйста. Куда дели? Random Forest, язык же буста. Насколько я знаю, его, он остался, то есть его можно поставить, и он будет работать, но его из документации почему-то убрали. Почему хэзэ? Вот, блин. Кстати, есть прикольные статьи, вот, про то, что, а что лучше, забегить бустинги или забустить бэггинги? То есть забустить маленький random forest. Вот, и в статьях, и по опыту Kaggle получается, что, ну, по качеству чуть лучше, если мы будем усреднять бустинги, а не бустить маленькие бэггинги. Вот, но, не знаю, может быть для этого есть какая-то причина свыше, кроме того, что, ну, на практике так работает. Да, кстати, можно параллелить и по вот этим вот деревьям, вот, но последний, ну, из последнего, что я пробовал, LG boost, он сам по себе неплохо параллелится и без того, чтобы можно было излишним параллелизм выкинуть туда. Еще какой-нибудь вопрос был? Нет? Алексей, самый последний, да? Да, самый последний. Да, Алексей, мы сейчас говорили о параллелизации базовых алгоритмов, а все-таки какие-то, какие-то там продвиги есть в параллелизации самого бустинга? К примеру, если мы параллелизуем там по данным, считаем, ну, считаем стокастические градиенты, а дальше со всех воркеров собираем их и делаем какую-то усредненную оценку. Это будет работать или? Ну, вот в этом вопрос. Я сейчас не могу честно, математически обосновать, в чем будут такие проблемы. Но это не используется нигде? Нет, это не используется. Основная проблема в том, что на самом деле на текущей итерации мы можем на самом деле уже всю функцию зааппроксимировать, а что будут делать остальные, когда они поймут, что произошло до этого, не будут ли они вот так вот постоянно себя доулучшать? Вот. Я сразу, ну, вот такой контрпример себе представил. Вот. А вообще надо спросить, я думаю, в зале есть кто-нибудь, кто занимается профессиональной оптимизацией, которые подскажут нам, как можно параллелить классический градиент, ну, градиентный спуск. Ну, классический градиентный никак, в принципе. Ну, вот, а это тоже градиентный спуск, по сути. Ну, понятно, да, выпуклая функция. Поэтому усреднять, 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 усреднять. Алексей, ну, предлагаю остальные вопросы обсудить в кулуарах в перерыве, который у нас будет после второго доклада. И, может быть, подведем какой-то итог? Итог? Кто же, кто же служил призы? Пустите на здоровье, вот. А кто будет в этом году, на самом деле, зависит от вас. Какой алгоритм порвет все площадки конкурсов в мире? Кстати, кто-нибудь меня вопросы про ждал, спрашивал? Нет? Ладно, тогда вопрос на футболку. Вот. Внимание, внимание, футболка разыгрывается. Сначала вопрос наивный. Кому нужна футболка? Как-то мало людей. Никто не хочет футболку. Окей. Те, кто держат руку. Хорошо, такой вопрос. Как в H2O в том же самом каком-нибудь GBM, да и во всем остальном, как он с категориальными переменами работает? И я жду вашу руку. Как же, как же? Просто предположение, one hot encoding. А? One hot encoding, предположение. One hot encoding какой? Почему? Как еще можно работать с категориальными переменами? Ну, то есть мы берем каждое категориальное переменное. Не, не, не. Я, окей. На самом деле мой вопрос, он был спойлерным. Вот тут еще рядом пара рук. Сейчас. Так, кто первый? Линейный эмбейдинг для one hot encoding. Еще варианты? Еще была рука здесь где-то. Чуваки, вы можете, ну, если я правильно помню, именно H2O, он, по-моему, просто их, ну, по сути, да, кодирует их в чиселки. И нет, он их просто, ну, то есть просто без всякого специального правила просто сопоставляет их неким чистым. То есть там нет какого-то специального… Окей, еще варианты? Еще вариант есть? Еще вариант, как хочешь. Может, mintarget читает? А? Может, mintarget читает по фалдам? Нет, target он как раз считать не умеет. На самом деле это правильный ответ, на самом деле, как хочешь. То есть на самом деле там есть пара вариантов в One Hot. Вот вариант с хешированием, бинарным кодированием, вариант с чиселками, причем с чиселками там пара вариантов. А самый правильный вариант – авто он короче сам разберется и так ну правильный вариант это тот-то первый сказал как хочешь мне кажется ну да это такая ультра казуальная штука которой как бы ну она сама разберется за тебя человеку можно спросить к нам выйти торжественный момент да еще привет диме ларька вот который нас смотрит и от которого раз кто вы из какой компании компания бду занимаюсь нет ни аж 2 оба до вот занимаемся консалтингом в основном саповским но интересуемся анализом данных у вас будет ладно теперь можно думаете на перерыв всем спасибо а еще лучше вопрос люди помнят вообще-то лучше вопрос а я видел что много вопросов от сотрудников mail.ru поэтому мне сложно compliance понимаете все дела но все-таки тебе наверно когда кладчику лучше выбрать самый лучший самый крутой вопрос лучший вопрос отсюда были вопросы и как вас зовут станислав из какой компании я из эльдорадо отлично спасибо станислав поблагодарим нашего докладчика спасибо алексей до вопросы про бустинг и про все такое можно в лично а можно ну через я думаю какое-то время на хабре появится чуть чуть побольше про это как все это готовить и почему не надо тюнить одновременно число деревьев и регуляризацию перерыв отлично нет перерыв у нас будет после второго докладчика еще раз спасибо алексей похлопаем и и